Здравствуйте, меня зовут Владимир и сегодня в рамках нашего урока истории мы будем изучать золотой век русской культуры, то есть эпоху Александра I и Николая I, первую половину XIX века. Давайте посмотрим, какие деятели культуры жили и творили в этот исторический период. Сначала давайте посмотрим, какие у нас с вами основные предпосылки. Во-первых, национальные влияния. В России живет много разных народов. Во-вторых, конечно, это патриотический подъем, связанный с разгромом Наполеона. В-третьем, это, конечно, постепенный процесс демократизации культуры, связанный с либеральными реформами Александра I. Ну и, наконец, это, конечно, система высшего образования, которая результировалась в, так сказать, трудах Александра I. Он был просвещенным человеком. Он впервые в России делает именно специальное министерство просвещения. Вот как раз в Петербурге находится это здание на площади Ломоносова до сих пор. Хотя там сейчас и другое учреждение, но все время там находилось министерство просвещения. Учебная округа. Вся страна была разделена на специальные учебные округа, которые старались все образование подчинить единой схеме. Высшее образование для дворян. Потом были специальные... Начнем снизу, если говорить, да. Были церковно-приходские школы. Потом были школы для мещан, городские школы. И венчалось это все дворянскими университетами. Вот. Значит, это все было разбито на учебная округа. В основе каждого... Во главе каждого учебного округа стоял попечитель. Это были такие все высокообразованные дворяне-чиновники. Появились новые университеты. То есть, кроме, например, классических университетов появляется Петербургский университет, которого раньше не было. Казанский университет. Дербцкий университет в современном городе Тарту. И возрождается Вильнюсский университет. Вот. Значит, появляются новые классические и технические образовательные учреждения. Лицей знаменитый для молодых дворян. Демидовский юридический лицей. И всем известный Царскосельский, откуда вышел Пушкин. Горчуков, министр иностранных дел. А также некоторые известные другие русские ученые и общественные деятели. Университетский устав 1935 года, к сожалению, положил конец университетской автономии. Вот. Это был определенный спад в образовательной программе, которая была заложена еще в университетском уставе в самом начале века. Вот перед вами как раз Россия, разбитая на такие, понимаете, неравномерные учебные округа. Внизу у вас здесь будет Харьковский и Одесский университеты. Здесь, соответственно, будет Варшавский и Вильнюсский. Вот здесь у вас будет Казанский университет, Московский университет, Петербургские университеты. Скоро к ним добавятся другие университеты уже в Восточной Сибири. Вот перед вами как раз здание Казанского университета, историческое, которое заканчивал, например, Владимир Ленин. Вот перед вами знаменитый внутренний двор очень красивого университета в Вильнюсе, который заложил еще Стефан Баторий, бог знает когда. Где-то ближе к концу 16 века. Это был изначально иезуитский колледж, и постепенно вот он перед нами в таком барочном уже виде. Барочный ансамбль существовал к началу 19 века, Александр снова его как бы переоткрыл. Мы помним, что к этому времени Вильнюс уже был в составе, вместе с Литвой, был в составе Российской империи. Траскосельский лицей, естественно, да, город Пушкин, царское село. И Демидовский юридический лицей, откуда выходили выпускники юридической специальности. Если говорить про развитие науки и техники, то нужно, во-первых, упомянуть, конечно, знаменитого Лобачевского, да, который открыл неевклидовые пространства. И, разумеется, знаменитого академика Струве, основателя Пулковской обсерватории, то есть это астрономия. Также нужно вспомнить про братьев Черепановых, которые впервые, да, создали железную дорогу с паровозом, действующим по принципу паровой тяги. Не забудем также и знаменитого Зинина, который создал специальную химическую операцию производства анилина, вот, который в дальнейшем используется в текстиле как краситель. И, конечно, знаменитые опыты Пирогова, хирурга, который прославился на полях Крымской войны. Его знаменитые срезы, которые как бы сегментировали человеческое тело на разных уровнях, действительно внесли значительный вклад в развитие патологической и хирургической анатомии. Также Пирогов является основателем метода операции в рамках, да, военно-пылевой хирургии, операции под наркозом. Он впервые стал применять гипсовую повязку для того, чтобы сохранить раздробленные ядрами суставы, хотя бы вот как-то зафиксировать, чтобы человека донести в тыл и там прооперировать. Чтобы он не терял сразу жизнь, сразу после первого же ранения, а ведь это до середины XIX века было очень частым явлением. Вот как раз перед нами Лобачевский, который, кстати, долгое время был почетным ректором Казанского университета. Вот перед нами паровоз Черепановых, вот перед нами Пирогов. Карамзин, да, история государства российского. Это был первый почетный историограф российского государства, и от Александра I Карамзин получил грант. Объехал всю страну, посетил многочисленные монастыри, откопал из груды пыли, значит, наши традиционные русские летописи. И вот впервые в 12 томах написал историю России от Рюрика, и вот то, докуда успел. Успел до смутного времени, до начала XVII века. Он написал очень интересным языком, по крайней мере, это было гораздо интереснее, чем то, что было до этого, учебники Татищева. И действительно, благодаря этому получился просто прорыв. Русская интеллигенция начала XIX века, благодаря труду Карамзина, очень полюбила русскую историю. Ну, достаточно сказать хотя бы то, что вдохновлен этим трудом был Пушкин. И, собственно говоря, Борис Гудунов, знаменитая драма Александра Сергеевича, появилась именно в результате прочтения драматических событий смутного времени так, как они изложены у Карамзина. Вот. Разумеется, нельзя забыть про географические открытия. Круженштерн и Лисянский, да, на своих знаменитых кораблях Нева и Надежда. Вот. И с другой стороны, Лазарев и Беринсгаузен на своих кораблях, да, вывели Россию на совершенно новый уровень географических открытий. Да. Мы говорим о том, что вот перед вами Карамзин, да, вот перед вами Круженштерн и Лисянский, вот, которые на своих кораблях совершили первое кругосветное путешествие. Это Беринсгаузен и Лазарев, которые на заднем фоне, видите, у нас с вами такие льды. А мы знаем, что это русская экспедиция, которая открыла шестой континент, Антарктиду. Давайте еще раз задержим наше внимание. Карамзин, история государства российского, кругосветка Круженштерна и Лисянского, вот их корабли. И Беринсгаузен и Лазарев открывают Антарктиду. А это перед вами знаменитый словарь великорусского живого языка Владимир Иванович Даля, который впервые собрал порядка 200 тысяч самых разных лексических единиц, в том числе и огромное количество, так сказать, регионализмов. То есть различных выражений, свойственных тем или иным областям России. Безусловно, это был очень серьезный труд, который продвинул российскую филологическую науку того времени. Постепенно формируется национальная интеллигенция. Например, в различных прибалтийских странах у нас появляются собственные просветители. Допустим, Кришиан Вальдмар. Человек, который издавал в Петербурге на латышском языке газету, которая называлась «Петербургас Абизас». Или, например, мы можем также говорить про тех людей, которые впервые даровали письменность. Ведь у некоторых народов к этому времени не было своей письменности, и необходимо было ее впервые разработать. Здесь как раз вы видите вот эту латышскую газету «Петербургас Абизас». А здесь просто я вот хотел еще обратить внимание на знаменитый словарь ревнерусского языка, который был издан Срезневским, знаменитым петербургским филологом. И впервые он познакомил нас со всем основным сводом лексики церковнославянского языка, который только может встретиться в многочисленных юридических и исторических памятниках российского средневековья. Если говорить про искусство и литературу, то, конечно, нужно в первую очередь подчеркнуть быструю смену художественных течений. Сентиментализм, реализм, классицизм – все это как-то перемешивалось и очень быстро прививалось. В основном из-за рубежа, разумеется, это были западные веяния, но на российской почве они произрастали очень буйно и ярко. Во-первых, сентиментализм, конечно, да, это течение, которое пытается в первую очередь представить нам внутренний чувственный мир другого человека. И, конечно, это знаменитая бедная Лиза Карамзина. То есть, получается, Карамзин с одной стороны историк, а с другой стороны писатель. Романтизм, где впереди у нас стоит какой-то герой. Вот, например, Жуковский, который перевел ряд баллад и сочинений с языка немецкого. Вот, он как раз открыл Геота и других немецких романтиков. Или ранее произведение Пушкина. Ну, чаще всего можем вспомнить, например, Медного всадника. Да, там, где у нас вот есть какой-то один герой, который противостоит всему миру. Также постепенно приходит к нам и реализм. Грибоедов, горе от ума, да, это как бы сатира. Высмеиваются различные явления общества, рисуются такие яркие социальные характеры. Поздний Пушкин, ну, например, эпохи, допустим, Капитанской дочки. Допустим, это Гоголь, конечно, с его замечательными драмами и с знаменитой поэмой, значит, «Мертвые души». Лермонтов с самым, может быть, потрясающим романом «Герой нашего времени», потому что это, конечно, совсем такая уже, как бы, бросок в очень позднюю литературу уже, второй половины XIX века. И Иван Сергеевич Тургенев. Вот перед нами бедная Лиза, вот перед нами, вот бедная Лиза, да, видите, помните, она это невеста Эраста, которая думает, что теперь ей делать, поскольку Эраста её не любит, и вот в следующее мгновение она сведёт с собой, счёты с жизнью сведёт, да, бросившись в пруд. А вот перед нами знаменитые наброски Жуковского к стихотворению «Сельское кладбище». Удивительно, Жуковский был совершенно потрясающим просто художником. У него замечательное композиционное и графическое мастерство. Советую всем посмотреть его рисунки. Вот как раз наброски его произведения «Сельское кладбище». Это такой традиционный английский романтизм, даже, можно сказать, некро-романтизм, потому что вот именно англичанам было свойственно определённая такая романтическая тяга, как бы, в общем, можно сказать, к смерти, потому что, да, что у нас на кладбище? Как бы забвение, прошлое, но, тем не менее, там вот тоже писатели могли находить в этом какое-то отдохновение, там эксплуатировались темы покоя, умиротворения, меланхолии и, как бы, воспоминания о том, что вся жизнь – это тлен, тщета и так далее и тому подобное. Ещё раз, вот, да, «Сельское кладбище» Жуковского. Ну, а это понятно, да, несчастный Евгений и гигантская огромная статуя Петра Великого, готовая затоптать его. Вокруг бушует наводнение. Петербург 1924 года, когда вода поднялась, значит, на пару метров, да, смыла Кронштадт. И вот в этом, во всём потопе, коловращении несчастный Евгений вот мечется преследуемой тенью Великого Императора. Разумеется, вместе с русским языком в русской литературе развивается и русская журналистика. Появляются литературные объединения «Ромар-Замас» и «Беседа», куда входили многие поэты, в том числе и Александр Пушкин. Журналы, например, такие, как «Северная пчела», находились под каблуком третьего отделения канцелярии, поэтому печатали только то, что по большому счёту было угодно правительству. «Вестник Европы» Карамзина, видите, получается, Карамзин ещё у нас и оказывается издателем, это первый серьёзный общественный журнал, где действительно как-то пытались анализировать и европейские, и российские политические проблемы. Вот так вот можно было представить какой-то великосоветский салон, где могли заседать члены общества «Беседа» или «Розамас». Это как раз один из многочисленных выпусков журнала «Северная пчела». А вот перед нами «Вестник Европы», так сказать, «Дайджест», если можно сказать, бюллетень основных событий европейской политики, которым засчитывались и цари, и министры, и чиновники, и художники, в общем, все люди, которые так или иначе научились к этому времени читать. В 1940 году появляется знаменитый журнал «Современник», знаменитыми редакторами которого был Николай Некрасов, Николай Чернышевский и Добролюбов. Вот как раз перед вами, собственно, Чернышевский, Некрасов и Добролюбов, наверное, обсуждают, что им напечатать в следующем номере. И, разумеется, этот журнал носил уже такое немножко, подчеркну, традиции критического реализма и немножко даже уже такой социально-демократической направленности. Постепенно происходит демократизация культуры и чистое искусство, как бы поэты Парнаса, искусство для искусства. Все это постепенно подвергается довольно жесткой критике, потому что искусство должно служить народу. Вспомните Некрасовское. «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Вот в этом, можно сказать, заложена идея критического реализма и такого социально-демократического подхода. Искусство должно быть понятно народным массам. Вот перед вами как раз отечественные записки, которые они вместе выпускали. Разумеется, мы не можем с вами пройти архитектуру. Превалирующим стилем с начала XIX века, конечно, является поздний ампир и классицизм. Перед нами знаменитые творения русских архитекторов Захарова, Баве, француза Монферрана, итальянца Карла Ивановича Росси и знаменитого Андрея Воронихина. Ну, просто бегло посмотрим. Я уверен, что вы все эти произведения прекрасно знаете. Что касается русско-византийского стиля, то это середина XIX, ближе к концу XIX века. Этим занимался Константин Андреевич Тун. Собор Христа Спасителя, конечно, является наиболее хрестоматийным произведением в этом жанре. Ну и живопись. У нас, разумеется, также разговор зайдет и об этом. Расцвет академической живописи. Кипренский, Тропинин, которых объединяет замечательный прижизненный портрет Пушкина. Карл Брюлов. И уникальный художник сельского быта Венецианов. Давайте по порядку. Вот это Захаров. Новое здание в стиле классицизма ампира Петербургского Адмиралтейства. То, что у нас в турблевой купюре сейчас изображено. Большой Московский театр, который был построен после Московского пожара, Наполеоновского пожара. Архитектор Бове. Разумеется, Исаакиевский собор на Сенатской площади. Автор Монферран. Интересность очень такого ракурса с птичьего полета. Прекрасное творение Воронихи на Казанский собор. И совершенно четко видно, что в плане лежит, конечно, собор Петра в Риме. Только собор Петра имеет такую же колоннаду симметричную сзади. А здесь как бы вот на что хватило денег. Ну или как вы думали, вписать в ансамбль существующий. И, конечно, арка Генерального штаба Дворцевая площадь. Это вот прекрасный ансамбль, который сделал Карл Росси. А вот перед вами эклектик, византийский стиль, Константин Тон. Знаменитый главный как бы кафедральный собор России. Откуда всегда идет пасхальное, рождественское богослужение. Это, значит, собор Христа Спасителя, который был построен в ознаменовании 50-летия победы над Наполеоном. Получается, что в 1862 году большевиками был снесен. На месте него сделали общественный бассейн. Ну и восстановлено уже в правлении Бориса Ельцина. Один из наиболее известных прижизненных портретов Пушкина. В общем, этих прижизненных портретов известных по большому счету два. Вот портрет Тропинина, где Пушкин такой в домашней, можно сказать, атмосфере. Но, тем не менее, с осознанием собственного призвания поэтического. И вот Пушкин с атрибутикой тоже поэтической. На заднем плане какая-то нимфа, какая-то богиня. И вот это портрет кисти Кипренского. Это признанный король живописцев. Или как его называли? Карл, да? Великолепный. Вспоминая Карла I, короля Франков. Брюлов, разумеется, Карл Брюлов и его знаменитый «Последний день Помпеи», изображающий историю до нашей эпохи, да, извержения Везувия под Неаполем. Это то, что висит в залах Государственного русского музея в Петербурге. И очень интересный художник Венецианов, который вот так вот, в такой пасторальной манере, изображал в основном быть крестьян. Крестьяне у него, причем, как правило, застигнуты не за работой, а так, как будто работа на какую-то минуту прекратилась. И они нашли время попозировать, показать себя во всей красе. Такая прекрасная девушка с грустными глазами, подносящая как-то опасно к горлу серп. Ну вот, так художник решил запечатлеть ее трудовые будни. Федотов. Замечательный живописец, потому что он как раз открывает для нас форточку критического реализма. Все, наверное, знают его знаменитые произведения. Это, конечно, «Свежий кавалер» или «Сватовство майора». Вот здесь как раз мы видим, да, что барышня не хочет выходить замуж, потому что она дворянка, а кто пытается выйти за нее замуж, просто какой-то отставной майор. Но в данном случае у него нет никаких шансов, потому что это бедная дворянка, а майор обладает деньгами. Видно, что майор доволен, да, он там подкручивает себе усы, стоя в проеме комнаты. Он сейчас женится на дворянке, сделает себе дворянскую фамилию. Ему, конечно, приятно то, что ей некуда деваться. Он ее унижает. Но тут батюшка готова их быстренько обвенчать, получить за это тоже на чай. И вот, как бы, вот такой быт социальный изображает художник. Конечно, это было очень новым, конечно, это был вызов, конечно, это были какие-то социальные коннотации. Где живопись, там и скульптура, да, переходим к трехмерному измерению. Знаменитая скульптура Марлоса и Клотта. Я думаю, что все их знают. Мартос – это памятник, естественно, Минину и Пожарскому, который находится на Красной площади. Клотт – это знаменитая ансамбль, да, на Анечковом мосту, да, в Петербурге через реку Фонтанка. Вот Кони Клотта. Если говорить про музыку, то впервые появляется российская национальная опера. Разумеется, это произведение Михаила Галинки. Конечно, «Жизнь за царя», Руслан и Людмила. Вот как раз здесь вы видите афишу опера «Жизнь за царя», разумеется, посвященная Ивану Сусанину. Вот, это русская, как бы, первая национальная опера. Шедевры драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александрийского театра в Петербурге. Вот, были такие знаменитые актеры, как Мочалов или Щепкин. Вот, можно считать, что Щепкин, это был один из самых первых и известных профессиональных уже, да, актеров со времени труппы Волкова в российской сценической жизни. Разумеется, на сцене ставили и русскую литературу, и тут, конечно, очень помогали замечательные драмы Пушкина или, допустим, Николая Васильевича Гоголя. Разумеется, нельзя обойти вниманием также литературы народов России. Илья Чевчевадзе, вот, или, например, знаменитый Вериханов, да, грузинские и казахские поэты-просветители, которые очень много сделали для развития поэтического и публицистического ремесла у себя дома. Да, вот, в Грузии, в Казахстане. Разумеется, Тарас Григорий Шевченко, сосланный, гонимый, любимец многих русских социал-демократов, написавший замечательные произведения и на русском, и на украинском языке. И очень интересный человек, которого я тоже решил вспомнить, Захаров, который вышел в историю как Захаров-чеченец. Дело в том, что во время Чеченской войны при штурме какого-то аула наши казаки случайно подобрали практически умирающего мальчика. Вот, решили его привезти на большую землю в Москву. И вот один из генералов, который выходил от него, внезапно заметил, что мальчик проявляет удивительную способность к рисованию и рисует практически, ну, вот, все, что только не попадется ему под руку. Он получил академическое образование, из него получился замечательный художник, что вот еще раз демонстрирует нам, да, то, что все мы рождаемся людьми-то, в общем-то, одинаковыми, а дальше уже вот общество из нас делает то, что делает. То есть, вот в процессе социализации, говоря современным языком, да, этот совершенно необразованный мальчик реализовал свой талант и стал первоклассным живописцем. Давайте посмотрим еще раз. Это, собственно говоря, Чевчевадзе, грузинский поэт, естественно, Тарас Шевченко. И вот автопортрет этого самого Захарова, чеченца. Так он и вошел в историю. Никто его настоящего имени так толком и не знал. Вот, например, то, как этот Захаров нарисовал знаменитого русского преподавателя права и западника Градовского. Ну, это первоклассный портрет. Собственно говоря, это то, что я хотел рассказать сегодня в рамках нашего урока про золотой век русской культуры. Продолжение следует...